приехали в один из аэропортов на парковку как красиво сегодня такой день хороший 10 наверное 10 декабря так красиво у нас тепло днем Клозавиндового у нас днем 20 то есть часов 12 было вообще 26 градусов тепла сейчас наверное где-то может 23 и солнце светит ярко это подземные парковки подземные парковки аэропорта и там где где rent cars 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 это машины аренды торрент вот приходится пешком там поставили машину приходится пешком говорят почему чисто в америке потому что грунт закрыт мульчим деревяшка струганая покрашенная и пропитанная этими против этих всяких грузунов там есть состав но она стареет конечно через год она выгорает и стареет ее досыпают сверху опять а под ней а под ней пленка пленка специальная с дырочками черная такая в ровно нас продается в строительных магазинах все для дома магазина на грунт кладете пленку а сверху мульч дождь проливается туда через мелкие поры пленки то есть в землю а если вы занята подождите занята а если вы сажаете что то то в этой пленке вырезаете вырезаете дырку для кустика или для цветов что вы сажаете туда для дерева и туда сажаете и вокруг эту пленку заворачивайте чтобы было но диаметр для по чтобы вода полив был да чтобы растение не сдохла и дырка спас рамс а строитах и таки и куда-то он пришел в туалет их мы 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 и дабы в данном случае но терминалом от левом над на поезды сейчас при этом поезд который в аэропорту ходит на коррект выгон о подождите мы запутались парки лавал десан ханик лавал ван паркинг и ни одного никого хоть бы кто-нибудь бы здесь бы хоть бы кто-нибудь камера он есть висит хоть помахал по машине около камеры а там нету человека сидящего там наверно все записывают и все так приключение продолжается о соуслов не включили так медленно ой мамочка моя может если мы станем так но будет я верить сохраняют энергию спортсмен так что я рассказывала да спор возник с одним из мальчиков обиделся что я подумала что он девочка излагает так как девочки смотрю под никами мальчиков очень часто мамы не иди сэй здравствуйте здравствуйте сегодня хороший день сегодня хороший день сегодня хороший день молодец ой господи подожди не упасть бы так это очень часто мамы под никами современными никами она же видно что ник молодого человека да но молодой это относительно конечно но я имею ввиду она видно сразу так часто мамы под ними вот на откуда это мы быть здесь будем мы и спать здесь сегодня подождите опять не туды мы в мэбе от старших а мэбе лэбл бифа на веру это уровень или этаж вообще-то этаж floor тоже называется флора это этот пол он же этаж спросите почему потому что правильно потому что пара английский под одним словом полно значений русском языке очень все конкретно каждое слово ну не каждый может быть есть конечно но в основном повторяет именно одно значение в английском я тебе умоляю 20 значений одно слово так про что мы неважно мальчик девочка значит написали что где-то там я сказала что в россии грязно значит я так и особенно так не наоборот все пишут что чище ну и гидли грязнее чем нас в америке как обиделся вот и как начали мы с ним дискутировать а в комментариях же противно да вот это сочинять текст а еще в его тексте надо поставить запятые чтоб понять это казнить нельзя помиловать запятые с не ставит ну вот противно это записать да ну то есть так это простое про то что что вы сказали что в россии значит грязно в америке значит туда нельзя сравнить россию и америку в общем говорю в общем я не беру красную площадь вот и вот этот аэропорт не беру все аэропорты чистые даже вот эти вот пассажиры которые вот тут повезли его вылезли к трейну трейд трейна сейчас подъедет при поезд совсем не по теме красивые какие повесили так мы подождите сейчас мы посмотрим поехали в трейне как красиво поезд а нельзя россию сравнивать по чистоте с америка я не говорю что в америке все места чистые особенно какие-то перекрестки где-то там на парковках тоже есть мусор перекрестки тоже есть сигареты на перекрестках где в америке меньше курят самолеты намного меньше курят прямо вот не модно здесь курить вот это я даже еще до 15 лет назад когда приехала я почувствовала что с курением здесь эти с курением здесь напряженка то есть ну как напряженка ну не модно ты будешь в обществе на какой-то вечеринке ну не такой как все понимаете будет выскакивать курить как наши знаете в ресторане в тур в это и так далее ну теперь ой какие длинненькие у дяди багажный багаж длинненький такой как контрабасы или мертвое тело там внутри сам догадайся сам а вот так это название рентов очных мест доллар начинал алама алама это место смешного была битва под алама очень большая кстати вот мы в школе это не учили про америку какие у них битвы были мы учили только не то тебе холодную войну не нам не учили ту холодного нам сказали что они плохие все а кто там разбирался что на кубе сделали эти хрущев эти как их базы поставил и говорят в один день если мне этот к кеннеди он вообще был такой ну лояльно так и так советскому союзу относился то там что-то такое за полдня случилось страшное бюджет хирохан и дисман дисман экс-эн-транс и смартфон коррект лагу ну вот так это это все стоят в баджет арендовать машину чиза скрась ты заскрасит а господи боже мой ну типа того но это люди прилетевшие с суммарями вот и мы можно сказать прилетевшие без суммарей приехавшие так что-то хотела так вот короче говоря нет сравнения нет никакого конечно с россией это так про улицы разговариваем значит написали еще что написал что а в нью-йорке вон нью-йорк типа засыпать мусором в этом самом у туристов неправильное мнение там по некоторым вот как мы собираемся в нью-йорк еще поэтому я покажу там и мусор и все то есть я уверена что в большом городе это больше всякой гадости чем где-то по районным центром а еще он написал что говорит по окраинам особенно наоборот по окраинам чище но в общем не сравнивая с россией россия типа по окраинам грязи больше да на улицах и все а в центрах городов чистится моется и снег чистится да ну там тем более больших нет здесь наоборот все наоборот здесь и жить стараются а в пригородах и меньших городах это самое уезжая из больших городов а у нас прудца в москву как будто она резиновая как-то говорила из хотел сказать богатые тоже плачут нет не богатые тоже из этого из москва слезам не верят ну что-то плачут плачут поэтому москва слезам не верят говорила будто она резиновая так про что я про про нью-йорк все бизнеса на улице вот на улицах все бизнеса кафушки ресторан тратата там выносят мусор в кульках на улицу прям может и другие города не знаю но это вот надо побыть надо присмотреться в определенное время у них там весь время например лимитированная 7 до 7 или после 7 вечера или после девяти вечера ты выходишь свой выносишь свои мешки контейнеры по моему там не разрешил может и контейнер у кого-то есть не знаю разрешены не разрешены короче говоря мешки и кладешь перед магазином утром пять утра мусорная машина все это подбирает когда люди ходят вечером ночью или когда там они это видят им кажется что просто люди выбросили эти кульки пластиковые на улицу понимаете им докажется но так это сказала говорят что в нью-йорке в 5 в 5 часов утра проедьте вы не увидите этого может быть где-то кто-то не успел и выбросил в 5 30 а машина уже ушла но бывают же сволочи до нью-йорка это очень много национальный сумасшедший город он и хорош и в то же время он этот как говорил этот говорят есть высказывание у у батьки махно лучше все чтобы где была анархия до мать пора для порядка так он говорил город в город под ногу город как понятие горит это зараза из-за раз то есть деревне это какая-то чистота но он имел ввиду там и моральная такая знаете и люди лучшие все чище а город это зараза из-за раз то есть и в прямом и переменосном смысле слова город зараза так она и есть вот и они эти и они эти мешки подбирают это раз теперь конечно х районы разные и в нью-йорке тоже и поэтому люди выбирают жить там где подороже у кого есть деньги и так далее то есть в этом в крутых районах так проехали с нью-йорком теперь про улицы улицы городов значит то есть вообще везде в америке грунт закрыт понимаете то есть вот этой пилюки грязюки как у нас копаются клубы вот сейчас хоть начали в россии я ж была когда четыре года назад в россии до около этих хрущевок которые отремонтировали слава богу но сверху покрасили там в разные цвета хрущевки не хрущевки сталинки но неважно клумбы вскапывают и сажают цвету очки эти самые там кустики и так далее грунт не закрыт он скопанный там растет все но начинается дождь земля чернозем сам или это не чернозем смотря какой район до в россии она большая с разной почвы все это шурует на асфальт и на дорогу и все это вот около бордюрного камня в россии вот это пылище все время лежит она лежит и пока ветра нет пока дождя не понахну то есть такого нету лежит потом это все взымается и все это оседает на машине все в россии машины наполовину на уровень роста моего плеча в грязи если и не мыть там этом знаю месяц здесь вы можете ее годами не мыть на ней будет налет особенно налет у нас будет например здесь это то не только здесь половина америки типа страдает такая зеленая пальца называется она пол по моему забыла как она называть сутка когда цветет какое-то растение его с нее вот это вот зеленая пальца так пальцем это самое на такой зелененький пальчик но это пальца а вот значит так большие города в россии моются и я в этот раз когда приезжала ощутила значит то есть моются убираются чище чисто москва горит вообще чисто но вот на москву шишек надо поехать же ковид же не дает свозить вот этого мальчика маленького посмотреть на москву какая же там она чистая чистая сказали чисто но я и я и и и думаю я прямо верю в это что она чисто большие города центры больших городов тоже ничего но все равно просто их убирать но все равно осталось то же самое в плане что грунт не за когда еще чем вот грунт землю закрывают в америке не только вот этот пластик с мульчем до которые вначале видео показала а еще трава везде как щетина засаживать специально траву здесь трава как у нас цветы понимаете она и стоит дорого и специалисты есть и выращивают его и квадратами и и кладут и машины огромные нагружены этими пластами этой травы разъезжают везде где ни попаде и очень много рабочих которые это делают то есть здесь трава прямо таки ну вот я не знаю как отдельный ну как вот кондиционер у нас да бизнес в америке что это ну номер один ну как вот у вас отопление да вот в россии да везде шесть отопления правда по всей россии нас и в сибири и сочи вот так здесь значит кондиционер но здесь еще вот а вот уходы за домами это трава вот трава здесь здесь не цветы тебе не ну пальмы там это раз посадила все кустарники тоже раз посадила все а вот трава это вообще это что-то легче картошку вырасти чем тут за той травой ухаживать я вам сто раз говорила но ею щетиновой определенного сорта травой засажены все все открытые места вот там где не мульч с пленкой вот там засажена трава в основном трава конечно мульч с пленкой более но около мест каких-то как вот магазинные банки вокруг плаза эти вот там в сибири в сибири за бест за чипа столбая Так, я вам показала тетеньку с детишками на полу, попой, да, сидела. Вот так вот они сидят, и в университетах студенты сидят. А? На откорок запутался опять. Что-то путается он. Так, значит, сетка висит какая, рыболовей для рыбной ловли. Сетка, да, сетка покрашена в разные цвета, девочки. Вместо обоев дома можно тоже сеточку покрасить. Так, про что мы? А, про то, что тетя сидела, да? На полике прямо попой хорошо так сидела. Она еще полголзла там, вот. Вот, вот так вот они часто сидят. И еще, вот голая. Вот у нас, здесь даже прохладно, здесь же кондиционер работает, здесь прохладно. Вот. Нет, она голая. Чем не... Ну, я имею в виду голая, это майка, да? Лифчик и майка, все. И майка такая вот, которую носят поддевочным образом, да? Ну, вот это такая. И на полу сидеть. И я... Я все время поражаюсь, особенно когда училась, вообще была. This one? Ну, вот это нам машину подогнали. Так, Nissan, let's go see seats inside, honey. Сними машину вокруг, сними машину, мама. Ну, надо смотреть, чтобы не было царапин и прочее. Honey, what about this one? This scratching, this one. Так. Вот такая. Nissan Pantheer, как-то так она называется. Nissan Pantheer. Не то тебе Pantheer. Так. Ну, ориентованные обычно машины. Ориентованные машины в Америке обычно чистые. То есть, ну, да, они везде, наверное, чистые, да? Yeah. Pathfinder. Pathfinder. Path. Path это тропинка. Вот. Лица рапины нам сказали на выезде. Вообще людей нету. В Америке вот страшно людей нет. То есть, вот, людей, которые тебя вот провожают, нету. Ну, вот. Ну, бывает, правда, с людьми, ну, не знаю. На таких больших парковках нет. Тот, кто оформил тебе, да. Тот занимается с тобой, там, деньги берет, да? Тот, кто тебя будет провожать, никто не провожает. Сейчас сказали на Гейтсе. Гейтс это ворота. Вон, ключи. Положили ключи, сказали, ключи в машине. Все, бери ключи, выезжай, воруй машину. Ну. То есть, кто-то может вот так взять, поехать и ворать. Ну, это в Америке так у них. Все на доверии. Только вот нашли мы эти самые, как их. Царапины, вот это плохо, вот это не на доверие. Да, Ханька? Едем, Ханечка, да? Ниссан какая-то. А, я уже забыла название. Так. Все, черный салон, черная снаружи, вся черная, как сатана. Вот во Флориде такую машину, не дай бог, будет нагреваться. Хотя кондиционер мощный в них. Ну, то есть, если машина хорошая. Да, не в любой кондиционер. Здесь очень тоже большой бизнес по кондиционерам. О, это он. Ты можешь звонить, звонить ему сейчас. Ханечка, вот этот гай. Вот этот, который размах... Го, го, го. Он говорит, что он говорит. Он говорит. Он говорит. Стеклоочистители. Working. Works now. Бабушка с дедушкой приехали машину сдавать. Он прокричал, прокричал им так это. Ну, то есть, побежал им помогать бабушка. Бабушка передавала машину. Желтенькие, красивые. Так, значит, это. Больше мы не будем брать баджет компании названия. О, он пришел. Honey, can you call him about scratch, а? Сказали на выезде, покажите эти царапины. Так, поехали. Ой, 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 honey, honey, honey. This brake works like crazy. Stop. Brake's on the donor. Господи. Хасбан обычно очень хороший драйвер. А то что-то он мне... Меня туда-сюда толкает меня. Туда-сюда меня. I'm really touching on his brakes. Be careful. Oh, very, very sensitive, right? Sensitive – это чувствительные мальчики. То есть, если женщина чувствительная, то она будет тоже sensitive. Ой, господи. Так, поехали. Слава богу. Столько народу. Обычно в этих вориентованных местах нет столько людей. Это что ж такое-то? Кошмар. Так. Go, go out. Go out. Stop. Parking. Go. She is on the right here. Girl. Снаружи установили не полный бензин-бак, а три четверти газа этого бака. Должен быть полный бак. По правилам. Ну. Значит. У меня была-то когда-то Nissan, Nissan Moreno была у меня. Не, не такая. Здесь куча сидений, да? Но у меня не было столько сидений. У меня был багажник сзади. Moreno. Девушка. Этот самый. Сказала, что скрачинки. What she said about scratching, honey? She said, as long as it's not a bad wreck. Not so bad wreck. Окей. Говорит, это не очень большой ущерб машине. Ну, как сказать, да. Ну, в смысле, недостаток. Вот. One more thing. I don't know if it matters enough, but the cold hot is in the middle. It's good? Mm-hmm. I don't know what it's going to look for this car. I think you're good. If anything, you could just bring it back to any of the Avis place. Okay. You can switch it out. Okay. Thank you. Так. Камеры везде. Видели вот это набалдашничек? Рядом с веночком новогодним. Are you okay? Yes. Let's go, honey. Он говорит, очень sensitive тормоз. Там такой тормоз. Но не может... Ой, господи, honey. Сенситивный. Get it. Ой. Honey. Час простояли в этом самом... В этом... В очереди. Просто кошмар. Какой кошмар. Two ways of doing this. I can send you on the train back to your car or go this way. Сколько стоила машина? 600, right? For how many days? Eight. Eight days. It was 400, but yeah. 400. No, 600. It would have been 600 paying with the debit card, but he didn't do it that way. Ah. He said he needed a... Ah. Так 400 cost for eight days? Yeah. 400, неправильно мы сказали. 400 долларов. 400 долларов за 8 дней. 50... 50 dollars per day, right? 50 dollars per day? Yeah. You believe it? 50... 50 долларов в день. You're a very expensive girl. Is it... Is it expensive? 50 dollars? Yes, it's expensive. No, it's not expensive. Because... It's almost a hotel room. It's half of a hotel room, I hope. What means? Давай. Ханька меня кормит D3 этот. D3 этот. What vitamins? One. One. Take one there. Не надо. Одну. Take the other one too. Honey. Because you didn't take none in the last couple of days, probably. Okay. Probable. Probable это, наверное. Так. Churches Chicken Place. Okay. That's right. There's a doctor. That's right. Here. Okay. Поехали, 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 поедем, едем, едем в далекие края. Так, черти с чикен взяли, сейчас посмотрим, сейчас мы посмотрим. Ханя, ну, take your tray. Спасибо. Спасибо. Say good evening in Russian language. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Сос. Ханечка. Ой, ханечка. Моя беда. А, подожди. Смотрите, сколько чикена. Вау. Сколько курицы. Мама. Черч из чикен. Мама очень хрустящая. Такая вкусная, меры нет. Меры нет. Вау. Ой, сочная внутри. Плэйс, ну, плэйс, вихав хир. Wait. Ханька готов к приему пищи. Такое вкусное. Это я покопала розовеньким соусом. Вот этот острый соус. Это кетчуп она дала. Ханечка у нее в чикен. Ага. Да. Как на реке Амазонки, знаете. Видите. Съели все. Так. Сколько стоит это удовольствие? 12 долларов 10 кусков. Зачем он взял? Он будет... Ну, у них вот этот вот спешил прайс называется, что 10 кусков 12 долларов, а вот 3 куска будет 9 долларов. Ну, так, как-то так. Примерно. Я не знаю точно цену. Ну, в общем, я сказала, а я сохраню, потом съем. Ну, пусть хранит. Я второй раз есть не буду. Одно и тоже. Кухно. Вот эти вот гастейшены, заправки. Ой, не видно было. Пайлот называется. Пилот. Заправка. Пилот. Они... У них душ есть. Я спрашиваю, Хасбет, а сколько стоит душ? Прямо интересно. Сказал, был 10 долларов. Давно-давно. Я говорю, а ты душ принимал? Принимал. Там, когда? Говорит, 30 лет назад. Я сыновь и говорю, А я чувствую в музыке. Субтитры создавал DimaTorzok